Скажи, пожалуйста, ты как-то долго хранил какое-то инкогнито? Вот это все, барандаш. Производный от бороды и карандаш. Ну, это понятно. Ну, случайно, два слова, получился такой уродец. Не, почему? Очень мило, очень напоминает сказки Носова. Ну, кстати, я очень люблю Носова. У меня просто книжка была в детстве тоненькая, такая Носова, фантазер очень любил, особенно про прогульщика Гену, моя любимая книжка была. У меня сказок очень много было, большая библиотека, и я каждый раз, когда брал книгу, листал на наличие иллюстрации. То есть там просто сотни книг перелистывал, ища картинки. Ну, нам все так делали, потому что мультиков было мало, а картинок хотелось много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты учился где-то реально рисунку, живописи? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще, да. Художественная школа на Петровской-Разумовской здесь, в Москве. Вот, я в пятом классе туда попал. Ну, и взяли так, с горем пополам. Мне больше нравилось насекомых мучить. Это как больше на меня повлияло, чем там какие-то художники. Сама вот эта вот структура и механика насекомых, лягушек, рыб там, вот это реально мозг взорвало, когда я начал их разбирать на запчасти. То есть увидел, как это круто устроено? То есть это детская жестокость в перемешку с каким-то интересом таким. Ну, то есть не ради праздного любопытства. Были эксперименты подсаживания к личинке стрекозы, личинку плавунца, там они бились в банке у меня. То есть все, чего человек инстинктивно, в общем, очень боится. Да, да, да. Все эти панцири хитиновые, блестящие шипы, торчащие иглы. Субтитры сделал DimaTorzok А когда ты понял, что ты хочешь быть художником? А это невозможно сейчас об этом сказать, потому что это как вот, когда ты понял, что ты мальчик, например. Идеи о том, что это будет смыслом жизни, не было никакого. Там кто-то на бокс ходил, кто-то на гитаре играл. Кто-то на гимнастике, кто-то на гитаре. А тут как бы, ну... То есть ты девочек привлекал картинки? Там было все тяжело у меня, что-то в этом плане. Я просто ездил с своим толстым альбомом, и в метро, в транспорте, там, смотрите. Вот я думаю, ну, интересно, я могу вас нарисовать, но ни один подкат не сработал. 16 примерно начал в татуировщиках делать эскизы. Вот я про татуировки хотел тебя спросить, когда я вижу то, что ты сейчас выкладываешь, вот эти черно-белые полуорнаменты, полурисунки. Я как раз про татуировки подумал сразу. Не сослось. Я на курс ходил, много раз начинал, там, даже людям что-то било. Это вообще не мое. Да, но картинки-то ты можешь для татуировщиков делать? Татуировщики эти картинки тупо тырят. Так, хорошие. Из интернета. Им не обязательно. Ну, а как ты будешь искать, там, доказывать? Это моя, моя картинка. Ну, она лежит в твоей безымянной, там, где-нибудь в Google. Ну, что, он будет искать автора, что ли? Там, пришел заказчик, хочу вот это. Он их взял и набил, я на них не в обиде, как будто. Ну, и где ты мог найти работу по душе? Ой, я тогда очень увлекался, ну, и сейчас как бы люблю всякие эзотерические темы, типа инопланетян, уфологии, мумии, полтергейс, самовозгорание человека, там, «Тайная власть» такая была газета. Думаю, ну, это круто, надо туда пойти работать. В общем, везде меня футболили. Говорили, что у вас очень сложные работы, у нас сейчас печать не позволяет передать. Или приходите через месяц. Ну, вот это вот типичное. И даже был опыт на курсы к татарскому в пилот. Я очень хотел анимацией заниматься, мультиками. Ну, что-то тоже не срослось. Но я это не выкладываю, мало кто видит просто мои мультяшные штуки. Это моя вторая, как бы, сущность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо. А когда ты уже к фотошопу стал приглядываться? Очень поздно. Первый раз это было где-то в 2001 году. Я там на фирме работал, у них был компьютер. У меня компьютер очень поздно появился. Планшета не было, но я увидел фотошоп и мышкой там что-то. У меня, конечно, загорелись глаза, потому что я понял, что вот это то, что нужно. И потом, в 2005 году, я купил уже этот Вакон. Субтитры создавал DimaTorzok Тут еще в чем проблема работы, которая выложена в интернет. Ее очень сложно показать, какая она будет в реальности. Например, плакаты, они формата А0. Ну, невозможно формат А0 увидеть на мониторе. То есть, ну никак. Это либо полный формат нужно выкладывать, исходник, чтобы человек как бы разглядел там, а он видит кашу там из деталей каких-то. Естественно, он не понимает, что это такое. А когда жильем ты показываешь людям там где-нибудь на выставке, они там... А сколько стоит там 2000 рублей? О, нет, ну это дорого. Ценности не представляет. То есть, это воспринимается как маргинальное какое-то такое вот... Где-то на обочине ковыряние, копошение червячков, жучков. Они что-то там свое делают, но ценности не представляют никакой. Поэтому это не продается, поэтому не выставляется. Понятно, что это надо самим как бы этим заниматься, но чтобы самим заниматься, это нужно отложить свою деятельность и заниматься организацией. То есть, тогда ты хорошо относишься к моей идее сделать выставку цифровых художников? Любая вообще выставка, тем более художников, она не может быть плохой. Она может быть плохой только в том случае, если это ради шумихи какой-то разбили нос там кому-нибудь, и вот он с разбитым носом висит там в какой-нибудь клетке, знаешь, в большом манеже, и все ходят. Вот это, я считаю, ну это трындец. Это вот акционизм этот. Я, например, не приветствую. Потому что таких ходов можно придумать миллион. Но когда ты реально показываешь людям то, что ты, как говорится, делаешь ради души... И вот этими ручками? И вот этими ручками, и вот этими глазками, которые там после шести часов работы у тебя выливаются на планшет. Я не говорю про трудозатраты, а про то, что есть настоящее, а есть ненастоящее. Вот для меня это желание купить. Вот если я вижу классную вещь, если я ее хочу купить, для меня это настоящее. Может быть, это нехорошо оценивать деньгами работать. Но я, например, когда вижу какие-то вещи у своих друзей, я их купить хочу. То есть у меня желание большое к себе прихватизировать. Скажи, пожалуйста, а у тебя... Вот ты сейчас прекрасно ориентируешься в технологиях, в материалах и в цифровых технологиях. У тебя еще есть такой момент, когда ты смотришь на чью-то работу и говоришь, ух ты, я не понял, а как это сделано вообще? Вот как бы я рад, что оно сохранилось. Момент удивления, он всегда у меня есть. И это касается и творчества, и чужих работ каких-то. А часто, конечно, все открыто. Я знаю, какие кисточки, какая даже программа, то есть какой фильтр человек наложил. Мне иногда гораздо интереснее сам результат разглядывать. Как он там, какие детали влез, как он там, блик какой-то. То есть не сам материал, а техника, то есть и приемы, как он их грамотно использует, человек. То есть вот в этом плане есть, конечно, художники, от которых я торчу просто. Очень важно, если художник свой мир создаёт. То есть вот я Гигера не очень люблю, но он создаёт свой мир. Так же, как Бексинский создаёт свой мир там. Ну вот Азарий, мой друг Граза, я потом ссылку скину, Азарий Горчаков, он, например, повлиял очень сильно по маскам. Благодаря ему я маски стал делать, то есть просто заболел. А в чём ты делаешь эти маски? Там разное, от папье-маше до полимерной глины. В основном полимерная глина. Материал, который запекается в духовке, температура 200, по-моему, сколько там, 180. Мне тут недавно открыли секрет, что она очень ядовитая, когда начинает дымиться. Я об этом только недавно узнал, что потом в этой духовке курочку готовить нежелательно. Так. Ну пока жить здорово, я думаю... Ну из дома тебя не выгнали. Но маска довольно страшная вещь. На самом деле, каждая маска, она свою функцию несёт. У них у всех есть своё предназначение. Они даже... Некоторые работают в паре. То есть она по одной, она даже не смотрится. То есть они должны висеть втроём, например. Она своими пустыми глазницами, она смотрит как бы на всё, что происходит в этом помещении, например, в квартире. Вот она висит. То есть она собирает внутри себя вот это вот всё. Она как наблюдатель. Вот это меня и пугает. Маску надо очень аккуратно выбирать для себя. То есть она должна тебе именно понравиться. Не должна быть дань моди какой-то. Вот я купил там африканскую маску или индонезийскую. Нужно как-то аккуратнее с этим. Не бояться этого, но лучше на заказ. Ну, я бы про музыку ещё поговорил. Ну, ладно. А, кстати, про музыку. Ты кого слушаешь? Просто когда ты начал говорить там, то есть художников, а до интервью я, ну, знал, что будут какие-то такие подобные вопросы подобного рода. И у меня был заготовлен ответ, что на меня не художники даже повлияли, а музыка. Какая музыка? Кто? Лед Зеппинг? То есть это произошло в школе, когда, ну вот Дарь Стрейдс, этот Money for Nothing, это какого года вы на MTV? 91-й, наверное, где-то? Нет, это 80-й. Ну, представляете себе, что такое для ребёнка, ну, который в советском обществе жил, там, Чебурашка, там, Крокодил Генель, Кот Леопольд. Он включает телевизор, видит MTV и вот слышит там вот эти вот... То есть это было что-то... Я даже не понял, что произошло. И так сложилось, что у моего друга школьного, у него отец был, как говорится, в теме. У него там пластинки были и ACDC, и Лед Зепплинг, и Битлз. Ну, там огромная была коллекция у него, пластины. И мой друг мне переписывал на кассеты, вот, сборники делал. Там Квинн был, там был Атина Тёрнер, ну, вот всё, что, как говорится, вот в то время было. Ну, и сейчас... Не будь с правом. Там был Джеймс Браун этот, I feel good. То есть когда ты... Почему музыка К9 или как К19 с Белуши, вот эта комедия? А, К9. Там играет Джеймс Браун, I feel good. Я, не знаю, раз в 30, наверное, отматывал ради этой песни. Я не знал, потому что, ну, там, в титрах ребёнок же не будет искать. То есть музыка, она гораздо сильнее на личность мою повлияла, чем даже, там, художники и всё остальное. То есть она зародила какой-то вот внутренний ритм. Потом шлись там Акцепты, там, и всё остальное, уже тяжёлые, там, и Мегадеты, и Айрон Мейдены, там, ну... Это было просто, я... Это как золотое время, то, что я открывал эти группы, это была просто какая-то... Какая-то наркомания. То есть невозможно было наслушаться. То есть ты слушай, 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 слушай. Всё, мало, мало. Ещё какую-то кассету купил, ещё слушаешь. То есть это было просто, ну, невероятное удовольствие. Сейчас это уже предпресыщение, я понимаю, что это круто, что чё хочешь. Но уже даже времени не хватает, чё хочешь послушать. Потому что... Ну, 24 часа в сутки, ты же не можешь просто 24 часа в сутки кормить себя там музыкой, да? И тишину нужно иногда послушать.